Операция автобус снова в действии. Сотрудники регионального управления ГИБДД вновь вышли на дороги, чтобы отлавливать нарушителей правил пассажирских перевозок. Только за минувший год количество происшествий с участием водителей автобусов увеличилось на 49%. На 64% увеличилось и количество пострадавших таких ДТП. Двое погибли. В ходе профилактической работы на пассажирском транспорте всего выявлено у нас почти 32 тысячи нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями, осуществляющими пассажирские перевозки. В том числе 964 нарушения – это правила перевозки людей, более полутора тысяч нарушений непредоставления преимуществ в движении пешеходов. Первое, что интересует инспекторов при проверке – наличие шоферов, документов на машину, водительского удостоверения и путевки. Дальше сотрудник ДПС осматривает салон маршрутки или автобуса. Одним из серьезных нарушений является перевозка пассажиров сверх количества установленных заводом-изготовителем. То есть, в простонародье перегруз. С этим мы тоже боремся, пытаемся, так сказать, воспитать водителей, чтобы они не делали. Потому что в результате данной перевозки количество пострадавших, если что-то произойдет, будет в разы больше. 9-10 по местному времени инспектор останавливает первый транспорт и сразу нарушение. Налицо тот самый перегруз. Водители выписывают штраф, хотя сам Ильгизар с 35-летним стажем работы на пассажирском автобусе с санкциями не согласен. Говорит, людей много, а транспорта не хватает. Нужно решать прежде всего проблемам дефицита машин. А как мы относимся к этому? Народ там на той стороне навалом, там уехать невозможно, люди ломятся, машину переворачивают они. Что нам сделать тогда? Нам с ними драться, что ли? Однако водители и пассажиры должны помнить, что сумма штрафов за нарушение правил пассажирских перевозок варьируется от 500 до 3000 рублей. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.